Девушки отдыхают Душевный покой окутывает нас Я голод чувствую Придумали йогу до завтрака Че, ты еще ж бегать потом Ёлки зеленые Женочка, побудьте пока в позе ребенка Эмбриона Уводим левую ногу Вперед Выходим в позу воина Руки параллельно полу Колено над пяткой Смотрим поверх левой руки А ты чего отлыниваешь? Поза воина специально для тебя Я к строевой службе Давно уже не будем Вот тебя в талу поддерживать А ты от любой службы отлыниваешь Че ты начинаешь? Кормили нормально? Я тебе показал А то с этими диетами Не ввеш На утренний пробеж Чеку не двинешь Слушай, мы за оздоровление Между прочим бабки платили Смотри как все работают Стараются Кистрой не подтянутые Выходим в позу космоса Опускаем левую руку вниз Правая рука уходит вверх Взгляд поверх руки В потолок Тебе что ты на них пяришься? Неудобно Удобно Посмотри какие отношения А ведь видно, что Давно уже женаты И дети Тихо Ой, ой, смотри, смотри Тихо Идет Три за ручки держатся Убери ты у тебя потный Я не трогаю меня Ну, а как тебя за руку держать С твоим-то характером? Как он ее смотрит? Как? Нежно Смысл? Руки через стороны Вдох Опускаем у груди На этом наше занятие заканчивается Все спасибо Намасте 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 Кто в этой богодельной Круче всего? Мы Договорились же называть это место Здоровницей, а? Точно Мы здесь здоровеем День это дня Я понимаю Для тебя эта тоска невообразимая Надо мне сбросить последние эти пять лишних килограмм Ну что, лыжню? Жаря, ведь ими на эти пять килограмм Я больше всего в тебе люблю Прощай А ну, лыжню И оставай Глаз еще два километра Да что для тебя два километра? Даешь десять лишних километров А куда это ты свернул-то, а? Ты куда? Ты сбился с маршрута? Я не сбился, я путаю врагов Каких врагов? Группу инвалидов из нашей оздоровительной богодельни Давай за мной Салаты будете? Пожалуйста Паша, пожалуйста Приятного аппетита Ну хватит уже Травы мужа пожалела? А твои идеальные не пришли Эти голубки, кажется, сегодня даже завтракать не придут Ну, угоморились наконец-то Рядом с ними чувство неполноценности развивать У меня тоже Чувства? У тебя? У меня чувство твоей неполноценности Куда ты? Спят Во-первых, они не спят Я видела, как они шли на утреннюю пробежку А во-вторых, я уверена Что они поднялись к себе в номер И вместо столовой завалились в кровать Я и говорю, спят Супруги в кровати не только спят У них нормальная, полноценная жизнь Ну, вообще-то у них не совсем семейная жизнь У них семейная жизнь, как в голливудском фильме Да ладно, они не муж и жена Все об этом знают Любовь? Никита Ну, да Я же говорю Ненормальные отношения Они просто вместе отдыхают Ну, легкие отношения Сейчас так многие живут Ну, каждый живет своей жизнью А вместе Отдыхают, встречаются Ресторан, кино А вы не знали, они сами рассказывали? Нет, я не знала А вы тоже? Свободные отношения? Мы нет Мы в браке Долго и прочно В железобетонном браке Взгляд в сторону не рекомендуется А может, они и правы по-своему? Ешь давай Подожди, ну подожди, пожалуйста Дай мне немножко отдышаться Куда ты рванул-то? Подальше от их проклятой морковки Ой Илюш, так все и понимаешь, что мы очень теперь далеко от санатория Надеюсь, очень далеко Подожди, мы теперь не успеем к овощному завтраку Илюш Останешься голодным до обеда Только ради тебя я готов жрать траву Пить отраву И валяться в ванне с вонючей водой Только ради тебя Тогда стоять назад Мы еще успеем компоту Стой, стой, стой Подожди Считай, компот уже потом Ничего себе Интересно, а что-то диетическое там есть? Конечно, есть Не видишь, повар скосил всю траву в округе Здравствуйте, гости дорогие Добро пожаловать Ваш столик ждет Ой, нет-нет, у нас спортивная диета Илья, ты что? Обидеться Ну да Проходите Добро пожаловать в округе Добро пожаловать в округе Какая прессия Надо было сидеть на этой зверской диете Чтобы вот так в один день взять и обнулить наши страдания Вот я чувствую, как у меня жировые клетки Они просто множатся, множатся, множатся Все-таки я здорово влюблен в тебя, Мариша Ну да, поздно ты это осознал Мы вот год вместе Мне как психологу интересно Что привело тебя к этому выводу? М? Ну Ни одной из моих бывших женщин Удалось бы Затащить в этот Санаторий Еще? Еще? Вот тебе еще Сто из ста сейчас бы спросили меня Много ли у тебя было женщин? Что? Ты молчишь Неинтересно? Неинтересно Интересно же Ну спроси Ну много, наверное, было Ну а зачем мне знать? Женить с ними не собираешься? Я тебе что-то плохое сделал? Нет Слушай, по-моему, после После желания убить кого-то Желание жениться Самое разрушительное А что я тебе говорю? Ты же сама знаешь В каких упри превращаются Женатчики Да? Хорошо, ты психолог Вот к тебе Неженатые часто обращаются? Не подсчитываю Но крышу может Любому снизить Да, а ты вот посчитай Когда-нибудь Вот я уверен, что у семейных Депрессия намного чаще Ну естественно Их годами мутит друг от друга Мутит Не пускай сейчас разбежаться Нет, нет Что ты Они вцепились в идею семьи Семьи до гроба Пусть в ненависти Пусть уже от поцелуя Своей любимой Тошнит Тебя не тошнит от моих поцелуев? Твоих? Маринка Да меня просто трясет Когда я вижу тебя Нет, серьезно Меня колотит Уже сороковник А я прям Не знаю Ну всякое Всякое было Ну такой вот первый раз Говорите, говорите Вообще Телефон Да ну его Алло Кирилл, ну я же сказал Что до завтрашнего дня Я в отпуске Да мне неинтересно Слушай Все Все, остановись Успехов тебе трудовых И счастья в интимной жизни Все, пока Уверен? Да уверен Да зато только ты Все Тогда я считаю Сегодняшний завтрак Успешным завершением Эксперимента по здоровому Образу жизни Принимается Ну не отвечай Посмотри, вдруг с работы Ну не бери У меня пациенты Да, алло Запиши его ко мне На завтра, на утро Пока Или уж Уша Надо сегодня уехать Ну надо, значит уедем Красивая пара У них могли бы быть прекрасные дети Да им похоже и так неплохо Ничего подобного Завтра он встретит Кого-нибудь помоложе И гудбай, Мариночка Жаль визжать Я прожила Семь потрясающих дней Спасибо тебе Прочь Лишние килограммы Здоровье в массы Зачем ты так По-моему, они нам завидуют А чем нам завидуют? Ну как Мы счастливые, свободные Неувешанные детьми Тещами-свекронами Долгами по ипотекам Да Короче, не люди, а призраки Вот для чего нужен мужчина Настоящий Сейчас А ты думала Слушаюсь Моська Может тебе помочь с вещами? Нет, нет, я сама справлюсь Точно? Да, да, нет, все нормально Ну ладно Пока, не пропадай Звони, все будет Почти на тебя Пока Давай СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты же не ее бывший муж. Слава богу, я никому не бывший муж. Вы уже вместе как разошлись, но... Ставь ты ее в покой, живи дальше. Ходишь, как ты. Разошелся же, не помер, правильно? Ты? Я все равно как похороненный. С работы прихожу, что делать не знаю. Время до вечера как-то коротаю. Ну, позвони, я тебя прошу. Спроси, как дела, как дочка? Слушай, твоей дочке ты возьми и позвони. Да с дочкой я гулял сегодня. Ты послушай, нет ли у нее там голосов каких мужских, а? Я тебя прошу, ну, позвони со своего. С моего она мне не ответит, она меня заблокировала. Тебе, наверное, к моей Маринке походить. Она отличный психолог. Это что, твоя новая девушка, да? Год уже. Ну, и как у вас с ней? Как мы с ней? Ну, все хорошо. Замечательно. Да я не про секс. Ну, вам вообще как с ней? Весело, интересно? Зачем бы мы встречались, скажи? Врешь ты все. Если бы все было у вас с ней супер, то чего же вы тогда не женитесь? Было бы все как у людей. Семья, жена, дети. Ты что? Тебя нужно переформатировать. Чего? Переформатировать. Отвечай на вопрос. Семья зачем была нужна? Ну, как зачем? Вместе весело. Помогать, чтобы друг другу. Поддерживать. Вот, помогать. Времена-то изменились теперь. Чего помогать-то? Чего тебе помогать надо, скажи? Я согласен, раньше женщине было сложно зарабатывать там без мужика. Мужику хозяйство вести, я согласен. Но сейчас-то времена изменились. Сейчас все спокойно справляются с этими проблемами. Правильно? Угу. Я тебе больше скажу. Женщина сейчас без тебя даже спокойно может родить. Ну, я не знаю, я... Я после развода ельно как полчеловека. Вот как обрубок, понимаешь? Может, это любовь, я? Не, не, не надо брятаться за красивыми словами. Старик, это знаешь что? Это зависимость. Вот что это. Тебя как алкаша. Вот тебя забрали вот эту зависимость, и тебя колбасит. Вот ты хочешь сказать тебе вот здесь вот, а? А? Одному хорошо, весело, да? Мне одному просто охренительно здесь. Просто... Слушай, ну ты знаешь, сколько у меня была женщин? Ага. Вот все хотели замуж. Все, как одна. Ну, не знаю, ну, как зомби, что ли. Вот лежишь ты с ней, ну, все хорошо. Смотришь на нее, она красивая, прекрасная. Вдруг в этот момент взгляд стальной. Руку отодвигай, отодвигается от тебя. Илья, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Поговорить. Да? Да. Все, конец романа. Все. Бросал сразу. Нет, сразу нельзя, проклянет. Нужно объяснить, что она слишком прекрасна для тебя, что ты слишком юн, чтобы создавать серьезные отношения. Да и готов быть мужем. Знаешь, с Маринкой все по-другому. Мне кажется, что Маринка, наверное, первая женщина в моей жизни. Адекватная. Вот настоящая. Моя. Она как я. Вот хочет жить здесь и сейчас. Понимаешь? Вот на всю катушку. Ей не надо, чтобы чувствовать себя уверенно. И вот ей не нужны костыли, подпорки. Видимо, уже и детей нет. Она чувствует себя уверенно без всего этого. Понимаешь? Значит, я для своей жены был как костыли. Она меня отбросила. И вперед. Свободной и вольной жизни. Выпить хочешь? Хочу, но с тобой пить не буду. В такой депрессухе спиться недолго. Ты вот что, иди-ка ты выспись. Да? Давай. Иди-ка выспись, да? Выспись, приведи себя в порядок. Давай, подлишь немножко, да? Сам чужих. Да, обещай мне. Завтра, чтобы завел. Быстрый и победоносный роман. А с кем? В России около 80 миллионов женщин. Лопрос сложный. Да. Точно? Старик, ну как-то поработает, что ли? Все. Спасибо. Я постараюсь. Давай. Давай. Ну, забавное вроде, нет? В объятиях дней, ночей улыбок. Так много путей и новых ошибок. Ну, тут даже я ничего не могу сделать. Техника бессильна. Все, останавливаем. Антонина, спасибо большое. Мы с вами свяжемся. Позовите следующего, пожалуйста. А я еще одну песню хотела показать. Можно? Мы откажемся от этого удовольствия. Вы знаете, мы ограничены по времени. Нам еще прослушать сегодня. Нет, песня короткая, даже без минуса. Я просто спою. В голове война, в сердце тишина, я опять одна. Антонина, мы вам позвоним. Да не позвоните вы никогда. Что вы врете? Тише, тише, дорогая. Вы же все время так говорите. Все, 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 не кричи. Мы обязательно позвоним, мы с вами свяжемся. Позвонят. Эти позвонят. Ну, судя по всему, мы в этом году пролетаем мимо конкурса. Ни черта не набираем. Да. В прошлом году такие голоса нашли. Да. Юрий не знал, а кому приз давать. Может, еще повезет. Может быть. У меня от визга этой Антонины, по-моему, уши заложило. Кирилл, знаешь следующее? Угу. Не могу заснуть до утра, потому что надо опять с утра вставать и идти на эту работу. Хорошо. Тогда подойдем и с другой стороны. Почему вам так важна эта ваша нелюбимая работа? Потому что это очень хорошая работа. Кто так считает? Муж так считает. Он считает, он так считает, потому что, потому что, потому что ему просто, ему просто все равно. Ему просто плевать, что я не могу, что я больше не могу, что он потому что ничего не понимает. И говорит, что это все, что он говорит. Это ужасно. Все неправильно. Дайте мне воды. Нормально все. Я не могу, потому что больше. А вот, вот все это. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дайте-ка руку. Я больная, я психопатка просто. Нет, вы здоровы. Я только вам могу рассказать то, что меня мучает. Можно я приду к вам завтра после души Шаркова? Я хотела сказать, что я вообще другую песню выбрала. Мне ее Андрей посоветовал. А Андрей это мой парень. Вы сейчас нам можете спеть все, что хотите. У вас есть с собой песня, которая лично вам нравится? Ой, да нет, нет. Я ее не взяла. Я же эту готовила, потому что она лучше подходит к моему голосу. А так Андрей говорит. Это мы уже поняли. Андрей ваш парень. Ага, мы хотели пожениться, но мама сказала, что он полный идиот. Поэтому пока просто встречаемся. Ну, а папа, он вообще сказал... Послушайте, все это очень интересно. Давайте уже начнете нам петь. Я очень много говорю. Андрей тоже бесит. Включай. Я много говорю, но сейчас, хорошо. Было это лето не для нас. Сложно было и сейчас. Просто я и правда без тебя жива живу. Было это лето не для нас. Да он мне сразу сказал, что семья его не интересует. Я вам это еще год назад говорила, помните? Да, я помню. Он уйдет, когда захочет от меня. А я останусь одна стареть. Он мне даже родить не разрешает. Но вы как-то пробовали поговорить. С ним все-таки вы встречаетесь год. У нас все честно. Мы уже это обсуждали. Мы с ним так договорились, что никакой вообще жизни у нас нет. Ну, почему не пересмотреть вашу договоренность? Ну, его все устраивает. Именно вы молодая, красивая, успешная женщина. В конце концов, можете сказать ему, что вас не устраивают больше такие отношения. Тогда он точно уйдет. Прямо сейчас. Марина, пожалуйста, пропишите мне эти таблетки. Они мне так помогли в прошлый раз. Линда, вы поймите, таблетки ваши проблемы не решат. Мое решат. Слушайте, я не буду хотя бы такой мрачной. Я когда в таком состоянии, он мне даже не звонит. Не навещает меня. Мужчины, они не любят таких девушек, которые хотят повеситься каждую минуту. А вот я бы на вашем месте взяла бы отпуск и уехала куда-нибудь одна без него. Пускай соскучится. Попутешествовать. Он мне не будет ждать. Он точно уйдет. Ну, откуда вы знаете? Знаю. Кирилл, давай следующую. Спина затекла. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ольга Кириллова. Здравствуйте, Ольга Кириллова. Я просто Илья. Я знаю, кто вы. Я очень давно мечтала вам показаться. Ждала этого часа. Спасибо. Ну, будем считать, что этот час пробил? Давно такой фигуры не видел. Давай послушаем, что за голос в этих форумах. А мне кажется, ей даже петь не надо. Пусть просто так стоит. Итак, Ольга Кириллова, что вы нам хотите показать? Ну, это зависит от того, что вы хотите увидеть, Илья Олегович. Я хочу услышать, как вы поете. Надеюсь, вы меня не разочаруете. Я постараюсь. Эту песню я написала сама. Так, Кириллова, да? Есть. Инночка, главное – позитивный настрой. Я жду вас во вторник. Ну, что такое? Ну, у нее такое лицо, как будто каждый день кого-то хоронит. Ну, если я была ее мужем, я бы сразу от нее сбежала. Как вы это все вносите, Марина Юрьевна? Здравствуйте. Это моя работа. Приглашаю следующего. Прошу вас, проходите. Илья, а мы могли бы с вами обсудить мое творчество в каком-нибудь уютном ресторанчике? Нет, я боюсь, откажусь от этого предложения. Почему? Оль, а с чего вы взяли, что люди захотят вас слушать? Голоса у вас нет. Совершенно нет. Музыке, как я понимаю, вы не учились. Чувство ритма? Зеро. Скажите, на что вы надеетесь? Вот на что? Вот зачем вы здесь вот сейчас прямо стоите? Объясните. Может, вам на завод? Нет. Лучше в санитарке. Людям помогать. Что вы молчите? Давайте найдем применение вашей бессовестной наглости. Ну, ты даешь. Это кто от такого отказывается? Ты покажи мне. Обалденная фигура. Поет не хуже всех, кто сегодня приходил. Ты что, разорался? Обидел человека. Ты что, не заметил? Ради карьеры она готова переспать со всем миром. Ты мог хотя бы поужинать с ней. Старик, если она тебе понравилась, ты ей позвони. Заодно и за меня извинишься. Да меня жена убьет. А вот тебя я не понимаю. Ты же свободный мужик. Вот именно. Именно. Я свободный мужик. И я волен выбирать, где, с кем и как. Это законным женам изменяет от безвыходности и тоски. А мне кайфово с Маринкой, не кайфово с ней. Это мой осознанный выбор, чувак. Ты понимаешь это? Ясно. Изменять Марине, мне? Это бред. Это... Тебе женатику не понять. Кирилл, давай следующего. Ну нет, это такое жесть. К степени, мамочки. Мамочки. Ой, да что ж такое-то? Во взгляде твакеум солнечный свет. Он как весь мир для нас. Я серьезно, а ты свети и дай мне ответ. Ну разве может быть все так просто? Этот переломный момент. А вдруг его придумали звезды, Когда тепла как будто бы нет. Я слышу, как она смеется. Как она смеется. Как она смеется. Как она смеется. Слышу, как она смеется. Мне понравилось. Спасибо. Правда, здорово. Хороший парень. Иван, задержитесь немного. Алло. Алло. Ой, да, вечер удался. Молодцы. Ну, испугался. Да, немного. Сейчас все сделаем. Ну ладно, все нормально. Успокойся. Не буду волноваться, обещаю. Ходика, значит так. Электричество есть только в соседней комнате. А тут пока не просохнет, Ничего работать не будет. Нужно ждать. Спасибо вам большое. Все поняла. Сами справитесь-то? Справлюсь. Мужчина есть у такой красавицы? Мужчина есть. Уже едет. Завидую. Повезло вашему мужчине. До свидания. До свидания. Спасибо. Бор, слышишь? Давай еще раз кусок-то. Да, не вопрос. Вот. Хорошо, хорошо. И сбрасываешь. Как я сбрасываю? Ну как, я не знаю. Сбрасываешь напряжение. Зачем? Так там новая тема пошла. Ну замечательно, новая тема. Это новая ступенька. Как в лестнице. Она же содержит все предыдущие, правильно? До нее. Ну а зачем ты сбрасываешь? Сейчас. Кирилл, я сейчас. Алло. Так, бери пока блокнот-ручку. Давай, меня послушаешь чуть-чуть. Отлично. Спасибо. Старик выручил. Только денег пусть с нее не берут. Я за все рассчитаюсь потом. Значит, смотри. Здесь твое расписание на ближайшее время до конкурса. Угу. Это занятие с вокалистом. Пиши. Все, я твой должник. Пока. Кирилл. Да. Я сейчас ищу секунду. Да, да, да. Теперь смотри. Встреча со стилистом. Я уже договорился. Это будет завтра. Пиши адрес. Я тоже подъеду. Да, привет. Марина, привет. Значит так, завтра с утра к тебе придут работяги. Ты, кстати, на работу во сколько идешь? Отлично. Значит, они к тебе приедут, ты их впустишь, поставишь задачу и можешь ехать. Присматривать за ними не надо, это бригада моего хорошего друга. Да. Да. И, кстати, я все оплатил. Все. Сказали день-два и даже не заметил, что что-то было. Угу. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Да нет, я же тебе говорю, она нас вообще недавно. Прикинь, мне вообще никто ничего не знает вообще. Шифруется тетка по полной программе, да. Здравствуй. Да, здравствуйте. Да не, мужика я вообще ни разу не видела, вообще. Он за ней даже не заезжал ни разу. Значит, все, с кем вы работаете, не понимают, что основной груз лежит все-таки на вас. Именно. Угу. Это стадо ленивых бездарей просто бесит меня. Столько сил уходит, чтобы держать себя в руках. Я понимаю вас. Но сейчас вы в нашей клинике, в стационаре. Может, как-то оставим в стороне груз служебных проблем и постараемся о них не думать. Может, я стараюсь? Знаете, кажется, ваш персонал тоже решил, что я обязан за них делать, их работу. Да вы что? Расскажите поподробнее. Рассказываю. Можете считать мои слова доносом. Медсестры еще ни разу не дали больным лекарства вовремя. Ни единого раза опаздывают. Да. И следить за этим вынужден я. Я объясню. Лечащий врач назначает каждому пациенту индивидуальный план лечения. А медсестры, они просто приносят разные препараты в разное время. Доктор, ну зачем вы так, а? Зачем вы выгораживаете своих коллег? Покажите мне свой диплом. Покажите мне свой диплом. Откуда я знаю, что вы действительно психотерапевт? Но ты не представляешь, когда он звонит, какой у него голос. Просто ты не представляешь. Слушала бы и слушала. Прям секси такой. Прям вот. Я тебе перезвоню. Прошу вам, не надо. Юля. Пошла вон за плену. Не мешай работать с доктором. Помогите. Кто вы такая? Кто вам, я вам право скопаться в моей душе? Спокойтесь, прошу вас, пожалуйста, возьмите себя в руки. Пожалуйста, сядем, поговорим спокойно. Во всем разберемся. Я и разбираюсь. Вот вы мне и сказали, возьмите себя в руки. А вы за что деньги получаете? Или я опять должен за вас всю работу делать? Тогда тоже. Пошли вором туда. Походи. На. А. Отпусти меня. А. 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 И тапочек его заберите. Как вы? Нормально. А. А вы? Спасибо. А. Спасибо, Юленька. Да все хорошо. Да, ой. Моя ошибка. Наверное, не прочитала подробную историю болезни. Ну, ничего, ничего. Нет, хотя я знала, что бывают такие припадки. Вот у него был припадок два года назад. Он против не наш клиент. Ну, да. Это точно. Ну, да. Надо мне позвонить в психиатрическую больницу. Пусть забирают. Да. А может, вам другу своему позвонить? Да нет, не стоит. Ну, почему же не стоит? Вам же хреново. Надо звонить. Для чего же еще мужики нужны? Ты права. Да подожди. А если мне не хочется ему звонить, когда мне плохо? Зачем он вообще нужен? Например, когда хорошо. Надо гнать его. Ой. Если сил хватит. А на что сил-то должно хватить? А сил должно хватить на то, чтобы бросить того, без кого не можешь жить. Ладно. Дам ему пять дней. А в дом брошу решено. Последняя гастроль. Все, я брошу. Спасибо. Мариша. Ну, иди ко мне. Ну, иди. Сейчас. Ну, хватит переживать, ну. Уходи ты из этой клиники, а. Открой кабинет себе. И принимай раз в день парочку брошенных жен. Богатеньких мужей, естественно. И все. Мне так не интересно. Что ты так смотришь на ней? Ты не поблился, что ли? Черт, я устал на работе, как собака. Хочу пару дней отдохнуть. А мне дали отпуск на работе. Поехали-ка мне на дачу. У тебя есть дача? Ну. Ты мне об этом не говорила. Не совсем дача. Родители продали квартиру, купили загородный дом. Не совсем дача. Поехали. А может, давай опять в Испанию? На наше с тобой любимое место, а? Да не волнуйся, они будут тебя знакомы с родителями. Их нет. Уехали к друзьям на Енисеи. Мы будем там одни. Ну, поехали. 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 Ты сейчас, сейчас мог убить нас. Ну, я же нас спас. Спас. А могли бы помереть так красиво, обнявшись. Смотри на дорогу. А что, детей у нас нет, долгов тоже. У тебя есть долги? Нет, мне долгов нет. Нет, смотри на дорогу давай. Хочешь, за руль сяду. Руль не отдам. Хочу чувствовать себя крутым мачо, который везет свою красотку на загородную виллу. Кстати, далеко еще до виллы? Метров пятьсот и после бензоколонки направо. Угу. Вот это да! Класс! И ты от меня, от меня скрывала такую красоту! Ты рисуешь? Нет, это папа. Папа. Ты от меня скрывала этот рай? Да. А в раю принято угощать яблоками? О! А змей-то измельчал. Ой, червяк. Как там дальше была? Как? И заметили они, что наги? Наги. Стоящему мужику, наверное, полагается спросить хозяйку, может, колодец выкопать? Крышу подлатать, нет? Не надо? Не колодец, не надо. Не надо. Когда ты сам, корову покосить, сено подоить? Мои родители со всем справляются. Кстати, скажи, что ты так испугался моих стариков? Не стал знакомиться с ними, а? Боялся, что они тебя потащат в ЗАГС. Слушай, ЗАГС никому не удалось еще. Стариков не боялся. Просто берегует. Люди их поколение сильно нервничают, когда паспорта их детей вот не залеплены штампами о законной правке. Им сложно осознать, что их дочь просто счастлива с мужчиной, из-за которого даже замуж не собирается. Ну, просто счастлива. Но. А что ты сделал, что я счастлива? Да стопуду. А что, нет? Стоп! Ты куда? Я съезжу в магазин, куплю какую-нибудь еды. Ты женщина далекого будущего. Когда-нибудь все будут такими, как ты, страстными, но итикохозяйственными. Ты мой философ. Ну, поспи еще. Тихо. М ваш гля forts калатин, которая была до рождения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой-ой-ой. Эй, ты кто? А ты кто? Стой-стой-стой, приятель. Я сейчас полицию вызову. Ага. Полиция сюда долго едет. Я тебя успею убить и закопать. Ты чего там шаришь? Стоять! Стой! Не смей ничего брать! Да отвали от меня ты! Стоять! 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 Иди! По-другому! Иди сюда! По-другому зарабатывать? Дурак! Не пробовал? Да отпусти ты! По квартирам сейчас! Да, отпусти, ну правда, потом пожалеешь. Я извиню сейчас. Нет, сейчас. Мужик, отпусти, извиняться будешь. Сейчас хозяйка придет, мы решим. Ай, куда тебя определить? Опять? О, привет! Что, знаешь его? Я так надеялась, что ты одумаешься. Звони в полицию. Да, давай! Я хочу в тюрьму, правильно? Давай! Развяжи ему руки, это мой сын. Ай, больно. Сын, нормально. Ты ведь сейчас должен быть на экзамене. Я молилась, чтоб ты сдал. Что ты здесь делаешь? Симпатичный, давно ты с ним? Я спросила, что ты здесь делаешь? Прости, я помешал тебе валяться с этим козлом. Сейчас по губам у меня получишь. Я спрашиваю, почему ты здесь, что ты здесь делаешь? Да сдал я уже экзамен. Мою грузовую засчитали как докторскую. Бог услышал твои молитвы. Издеваешься, да? Что произошло? Рассказывай. Нечего мне делать в этом институте. Прикрит идиотов. Еще раз. Что ты здесь делаешь во время сессии? Чего ты со мной разговариваешь, как в полиции? Ты была психологом, превратилась в следователя. А ты превратился из гения в хама. О, давай, развиваемся. Я превратился в хама, в бездаря, в тупицу. Наверное, очень сильно не оправдал твоих надежд. У тебя, наверное, психологическая травма. Мне тебя очень жалко. По-моему, ты жалеешь только себе. Что, ты же должен? Сынок, я работаю сейчас с людьми, проблемы которых начались с того, что они очень жалели себя. И обвиняли всех вокруг. Как-то так у них все и посыпалось. Да, вы прослушали передачу «Занимательная психология для бывших вундеркиндов», а ныне безнадежных лузеров. Далее прогноз погоды. Завалил это за ним, да? Сколько же тебе ума и народной смекалки. Обалдеть. Сереж, тебя уже выгнали из института? Нет. Нет. Ну, я над этим работаю. Весна, пересдача. Не сдам, выгонят. А если очистят? Как мы будем жить дальше, а? Не знаю, как будем жить мы, но начнется моя жизнь. А я не хочу мешать твоим сексуальным играм. Прямо тянет тебя назвать бать. Что случилось? Ничего, ничего, все в порядке. Все в порядке. Отец? Прости. За что? Вань! Твоя тачка? Моя. Ну, отдыхайте. Эй! Э! Э! Отвали от машины! Ты куда? Стоять! Кто? Ты смеешься? Машину не дал. Он просто мстит тебе за то, что ты ему руку выкрутил. Мстит? Я ему знаю, что сделаю? Вернется, и я ему ноги повыдергиваю. Водить-то хоть умеет? Да, умеет. Только у него прав нет. Илюша, если тебя так напрягает, что у меня есть сын, ты можешь меня прямо сейчас бросить. Я пойму. Не разобьет мою машину, я подумаю. Прости, что не рассказала себе про сына. Ну, как-то договаривались о прошлом не рассказывать. Потом ты сам предложил. То есть он не прошлое, а кошмарное настоящее. Спасибо. Что ж запутался я? Сколько тебе или сколько твоему парню? Мне 17 лет было, когда я его родила. Отец его такая же балда 17-летняя. Как узнал, что я беременна, сразу меня бросил. Родители в шоке были. Две недели попили валерьянки, и вот я мать-одиночка. Если бы не родители, я школу бы не закончила. Я в университет бы не поступила. В общем-то, они Серегу тянули. Когда Сереге было год, он узнал, что у него астма, родители продали квартиру. Вот купили загородный дом. Сережа все время здесь жил. Я на выходные приезжала. Ну, или на недельку убрала его. Воскресная мама? Вроде того. К трем годам мы узнали, что Сережка вундеркинд. Он читал уже бегло. Сразу пошел в третий класс, потом в пятый. В университет брали без экзаменов. Все Олимпиады выигрывал. Такая драка за него была. Ну, а потом на первом курсе что-то случилось. Не наркотики? Боже, пусть. Просто он стал обычный. Знаешь, такое бывает. Был гениальный и стал обычный. Ты работал с одним пацаном, мальчишкой совсем. Пел божественно, стадион сыграл. А потом время пришло, голос ломаться начал. Ну, и все, парень скис запил. В общем, беда совсем. Нет, Сережа, конечно, не пил. Но бесится он. Раньше сам за собой не успевал. А теперь переживает. От помощи отказывается. Значит, у тебя сын вундеркинд Раствига? Неожиданно. Кстати, выглядишь его сестрой. Спасибо. Нина Андреевна! Нина Андреевна, вы дома? Нина Андреевна! Ой, здравствуйте. А мамы нет, они с папой уехали. Ой, Маришка, привет. Так это твоя машина? Машина моя. Вы простите, кто? Мой друг. А что случилось? Что с Сережей? Да нет, ты не бойся, все с твоим гением в порядке. Но если еще раз за рулем без прав поймаю, не отпущу. А вот машина твоего друга пострадала, и забор у дома Симоновых чинить придется. Что здесь пострадала? Что с машиной? Ну, вы делали радиатор, вы, конечно, знатно. Рихтовка, покраска. Само собой, капот новый. Да про деньги все понятно. Что по времени? Ну, если очень поторопимся, дня три, не меньше. А за два? В понедельник надо быть на работе. Ну, у нас тоже выходные. Старик, ну не бесплатно, что ли? Ну, за не бесплатно, можем и в выходные поработать. Давай я вечером, в воскресенье заеду, хорошо? Постараемся. Ну что, вундеркинд, пойдем смотреть ущерб забору Симоновых? Я не вундеркинд. Бывший вундеркинд. Меня Сергей зовут? Тебя не звали, ты сам пришел. Ой, ну простите, что я помешал с мамой ковыркаться, простите. Я тебя сейчас прям тут уделаю. Как ты мою машину. Я не посмотрю, что ты, Марин, клинцин. Охренеть, я сейчас испытываю очень сильную адреналиновую волну. Что ты испытываешь? Понимаешь, адреналин – это основной гормон мозгового вещества надпочечников. Он вырабатывается во время стрессовых ситуаций, пограничных состояний, тревоги, страха. Ну, гормон страха, в общем, если по-простому. Гормон понтов, как называется, не помнишь? Сердонин эндорфин, козлина. Ну, куда ты? Ой. Ну, мы, конечно, можем позвать рабочих. Они сказали, что быстро все сделают. Но только, естественно, это будет стоить немало. А мы вот со старухой на две пенсии это не потянем. Не нужно рабочих. Сергей сам все починит. Хотя, возможно, у него есть деньги на рабочих. Серега, баблом не богат? Жаль. Придется самому чинить. Ну, вы... Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, вы не волнуйтесь. За качеством работы я прослежу лично. Ну, я не знаю. Может быть, все-таки рабочих. Сереженьке будет трудно. Елена Сергеевна, рабочих не лучше. Ломать не строить. И чинить должен тот, кто ломал. Правильно? Вот если бы инструментиком подсобили, было бы хорошо. А, ну, это есть инструмент. Конечно. И гвоздики есть. Ну, вот. И досочки все есть. Ты хоть инструмент в руках держать умеешь? Или только мышку от компьютера? Я, в отличие от тебя, умею делать все. Скажи, тебе издеваться просто нравится или очень? Не очень пока. Ну, я вхожу во вкус. Маришенька, как хорошо, что ты приехала. Ой, как хорошо. Я уже просто на стенку лезу. Я третьи сутки не сплю. Хотела бы тебе... В городе уехать, а ты сама прикатилась. Что случилось? Марин, ты психолог? Вот давай меня спасай. Ну, хватит прочитать. Рассказывай. Я же говорю, я третьи сутки не сплю у меня. Что? У меня Нелли сбежала. Как это сбежала-то? Куда? К мужику. Старому. Ничего себе. Подожди, а ей же... Сколько ей лет тоже? Ей всего 20. Всего 20. А мне за что? Ну, ладно. Тебе не плачут. Ясно. Не 15 же. Ну, как ну, Марина! Ломать не строить. Да, все-таки труд облагораживает. Да, в тебе умер пистолодцы. Кто? Кто во мне умер? А, ну да, ты же не в курсе, откуда. Рассказываю, пистолодцы. Швейцарский педагог-гуманист. Основатель педагогики. Ага. Да, считал, что общее образование вместе с трудовой подготовкой должны творить с детьми чудеса. Ты зубы мне не заговаривай. Ты трудись давай. Пистолодца. Пистолодца. Кстати, детей я вообще никогда терпеть не мог. Чем это тебе грядущее поколение так насолило? А полуфабрикаты людей. Как правило, эгоисты сидят на шеях у своих мамаш. И пьют их кровь. Чаще всего у одиноких. А мамаши их так любят, что готовы их тянуть до пенсии. Объясняю толково? Толково. Так очень примитивно. Зря я горбатилась. Все для нее дело. Столько, чтобы она выучиться могла. Жизнь нормальная прожила. Она в содержанке рванула. Что за содержанки-то? Ну, а как это еще называется-то, а? Он ей квартиру снял. Рябку накупил, машину подарил. Неужели она не видела? Неужели она не видела, как это? Жить с богатыми, нелюбимыми. Они же тебя только используют. Понимаешь, откупаются. Ну, за что? Ну, за что? На что мне все это парень? Не понимаю, за что? Ну, хочешь, правда. У нее, ведь, кроме тебя, другого примера не было. Она за тобой наблюдала. Ты ей трех отчимов сменила. Только сейчас не злись, не обижайся. Я для нее все делаю. Вот все для нее. Вот если бы я одна была, я бы вообще с этими уродами связываться не стала. Это же для нее все. Понимаешь, дом вот этот вот, хрусталь этот пропадил пропадом. Все для нее. Ну, подивишься, а что мне все это, Марина? Может, мне все так страшно? Ася, она влюбилась. Влюбилась? К деньгам это любовь. Знаешь, влюбиться можно во что угодно. Я вот тоже влюбилась. А че такое? Женат. Не женат и не был никогда. Ну, че? Детей не любит, жениться не хочет. Год с ним встречаюсь и не понимаю, откуда такая ненависть к браку. Люблю его. Люблю, а никакой надежды. Ты знаешь, я... Серегу-то увидел, я так испугалась. Испугалась, что он сбежит. Так мне стало стыдно за этот испуг. А ты говоришь, вот такая на любовь, когда вот надежды никакой нет. Марина, я тебя не понимаю. Ну, зачем ты с ним, если он детей-то не хочет? Да вот, нашла себе одного из ста тысяч. Здесь не любит, жениться не хочет. Да люблю, не могу. Слушай, может, тебе плодинку перекросятся? Или это... Маришенька, давай, мы без резких движений, да, сейчас вот мы кончики вот подровняем, укладочку сделаем. Мне надо плодинку. Что-то я бы надоела. Что-то мне надоело. Сейчас все сделаем. Не переживай. Аккуратнее с инструментом. Возвращайтесь. Ну, с другой стороны, лучше делать, но... Ты бы помог лучше. А ты мне не тыкай. Я тебе в отцы гожусь. Мне не годишься. Да ты вообще в отцы не годишься. Ты прав. Не гожусь, да. Что ж, ждешь, не дождешься, когда свалить можно, бля? Часы считаешь, чтоб тачку забрать? Когда мне свалить, это мы с твоей мамой с Аней решим без тебя, понял? И давай, вон, да, работай. А мама рада будет, если ты свалишь. Ты самый бессмысленный мужик из всех, что у нее были. Она тебя пошлет скоро. А ты самый бестолковый сын, которых я видел в своей жизни. Ты матери своей хамишь. Ты ее оскорбляешь. Только послать она тебя не может. Любит. Была б моя воля. Я б тебя ремешком солдатским, знаешь, такой железной пряжкой, отхандохал бы. Стой! Стоять, работа еще не закончена. Стоять, ты куда? Да, работа. Да пошел ты! Серега. Ты меня знаешь? Серега, Серега. Кто ты? Я тебя не знаю. Подожди, Серега, подожди. Ну, подожди, Серега. Ну, ты что? Да руки убери! Да подожди, Сталин, послушай меня. Ну, вы с тучами, я сказал, ляпнул, ну, разозлился, сам подумай. Машину садил мне, тачку мою, ну, стоишь хамишь мне, что я терпеть буду, что ли? Ну, Серега, ты нормальный пацан, ты вообще отличный сын, серьезно. Ты вообще, ты умный, ты до хрена всего знаешь. Спокойно, спокойно, спокойно меня, Стась. Я потом доделаю. Я один хочу побыть. Серега! Мне оно надо. Стой! Такси у вас как заказать? Убегаешь? Дела. Удобно. Чуть что, сразу можно свалить. Я тебе сказал, у меня дела. Ясно, ясно, деловой. Старик. А ты сам-то не в институте сейчас должен быть? Мне нечего там делать. Класс! Отличная отмаза. Отмаза. Ты знаешь, у меня раньше все как-то само получалось. Я за минуту решал такие вещи, которые доценты вообще решить не могут. И потом все, я... Я думал, заболел как-то. Нет, все хуже, я остановился. Я даже курсовую написать не могу. И чего? Ну ты ж не помер. Ну не будешь ты самым умным в стране, и что? Ну первые сотни будешь, там тысячи. Что ж результат тоже? Нет, для меня вообще не результат. Ладно, ничего, мы еще повоюем. Я медитацией занялся, и печень сырую жру, что... Чего? Сырую печень жешь? Окей. Я бы мочу пил, если бы помогал. Слушай, ну если мочу еще не начал пить, есть надежда, что ты еще не до конца сбринь. Вали отсюда, а. Ну что, опять обиделся? На, вот такси. Валер. Вот объяснение, вот что-то как красное дело-то, чуть-чуть сразу, уже все, он пошел. Пацан ты или кто? Чувство юмора, оно для чего нужно? Мне когда хреново, я сразу юмор включаю. А ты? Чуть-чуть сразу... Че? Не умею, я с детьми? Я не деть. Да, да. Ты у нас, ты у нас большой, ты у нас крутой у нас такой. Да? И машину круто вожу. Старик, про машину, вот не шути сейчас, хорошо? Ни слова. А то даже мое неистребимое чувство юмора может не выдержать. Привет. Привет. Да-то собрались? Да. Сейчас с Сережей идем чинить забор. Вот заскочил переодеться. Пальто? Так... Он просто руководит, работает, и я. Да. Ну что, пошли в рабочий класс? Пойдем. Пока, мама. Мы скоро. Черт! Записка! А девушка у тебя есть? Ну так. Что значит так? Девушка либо есть, либо ее нет. Даже для поглупевшего вундеркинда это несложная задача. Пока есть. Вроде есть, но надоело. Хочу грозить, но не знаю как. Даже для постаревшего Дон Жуана это звучит пошло. Принимаю. Таня зовут. Что, любовь? Называй как хочешь. Двум людям вместе хорошо, по раздельности плохо. Что это, любовь? Что-то я писал. Счастливый брак. Погулять не хочется? Что ж такое глупое? Гуляют коты весной, а люди ищут душу. Вроде мы с Таней нашли. Повезло. Повезло женись. Бросай учебу. Иди работать. Да, мы так и хотели. А что мешает? Да все тоже. Я же всегда был лучшей Таней, но я восхищалась. Сейчас, если она поймет, кем я стал. Кем? Кем ты стал? Маньяком, людоедом? Ладно, перестань. И инфузория без мозга. Меня почти нет. Да и вообще, на самом деле, переходный возраст, как понятие, появился последние лет сто назад и не более. Будешь? Фирменное блюдо? Не-не, сегодня не хочу. Ну, а что, скажи-ка мне, сто лет назад подростки бесились? Да, бесились. Просто люди вообще по-другому жили. Ну, раньше опять человек жил себе, жил. Шашлык. Отец учил его ремеслу. А потом рожал своих детей. И умирал лет сорок. Вот. Жили недолго. А сейчас лет сорок только все начинается. Но у кого-то после семидесяти не заканчивается. Да, вот многие молодые расслабились. Родители бодрые, облизывают своего крошку до его пенсии, если он еще эту пенсию заработал. Сейчас про кого? Да про меня, про меня. Презирает. Не, ну правда, мешаю комфортному Роману с тобой. Тачку разбил. Как прыщ на задницу, да? Ну, если честно, то жизнь мою ты не украсил. Так, Илья, минутку. Ты наш гость. Я хочу тебе сказать. Я не позволю тебе обижать моего сына. Ты узнал, что у меня есть сын. Теперь узнаешь, что я его люблю. Давайте. Принимается. Так, что за мясо? Мы сейчас попробуем. Лучок. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да-да-да-да. Ты бери, вы меня. Мама, а правда, а почему ты раньше ему не говорил, что я есть? Ну, просто ты всегда мной гордилась, а сейчас... Я горжусь тобой. Или стыдишься? Ты что несешь? Тоже, старик, у тебя, наверное, мозги точно поехали. Ты погоди, погоди. Ну, скажи мне, правда, почему? Ну, у нас такие отношения с Ильей. Легкие, ну, и что мы не напрягаем друг друга, просто... Просто проводим время вместе. Да ты не умеешь так! Вот он просто проводит с тобой время. А знаешь, почему? Да потому что бросить человека, о котором ты ничего не знаешь, очень просто. Да? Да чего ты уходишь-то, Сереж? Доброй ночи. Ты не поел даже. Сереж! Он прав. Я действительно хотел уехать по-тихому. Чего ты не уехал? А, да. Машину еще не починили. Да нет, не смог. От тебя не смог. Я должна сейчас упасть в выборок от умиления? Не должна. Просто меня ничто не может удержать. Однажды сбежал от дамы в одном халате. Только кошелек и паспорт в карман положил. Так домой и приехал. За вещами так и не вернулся, кстати. И что-то дам натворил? Нет, ничего. Я просто понял, что она полная дура. А я сейчас поняла, что тебя напрягает мой сын. Тебе лучше уехать. Своим ходом. А я, когда машину починить, тебе ее привезу. Пригоню. У меня права есть на то, чтобы все решили. Я как-то не так себя вел? Или ты решила таким образом со мной расстаться? Ничего не решила. Просто ты же хотела отдохнуть, тебе ничего не получилось. Для Сережи сложный период. Мне надо побыть с ним, а ты выспишься. Ну, потом мы с тобой встретимся. Если ты, конечно, захочешь. Ну, может, ты и права. Утром электрички ходят чаще. Никуда я не поеду. Марин, ты своего Серегу знаешь еще до того, как он родился. А я его сегодня первый раз только увидел. Слушай, он мне даже понравился. Не гони ты меня, а. Не обижаю. Знаешь что, он сам кого хочешь обидит. Не гожусь я до легких, удобных отношений. Это точно. Я думала, там Сережа. Привет. Здрасте. Сережа спит. Таня? Да. Заходи. Кофе будешь? Неа. Тань, если мужчина тебе не отвечает на звонки или на СМС, это значит только одно, что в этот момент времени он не может или не хочет с тобой разговаривать. Все остальное это домыслы. А если ты умер? Тань, если я умру, тебе об этом обязательно сообщим. Спасибо. А то, что ты меня раньше названивал, то, что из твоих СМС можно издать целый роман, тебе можно, да? Что мне? Да, мне можно. Я мужчина. Пока что это только пилотный проект этого мужчины. Нет, пожалуйста. Знаешь, в чем правда? Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Знаешь, в чем правда? То, что ты бегаешь от меня. Вот в чем правда. Давай вдвоем потом. А что здесь такого? Смотри, мама, бойфренд. Поговорим все вместе. Сейчас еще все вместе подадим заявку на участие в конкурсе. Давай? А какой конкурс? Конкурс молодых ученых. Первый приз – Оксфорд. Второй, третий – деньги. Деньги немаленькие. Но он выиграет. Оксфорд. Я не собираюсь участвовать в этой ерунде. Это... Это тараканья бега. Тань, если не хочет парень, может, не надо ему нервы трепать, а? Просто, знаете, для него это очень легко. Вот и для вас чай попить. А он ленится. А лень – дорога к неудаче. Давай. Ищи себе победителя. Серега. Дача. Серега. Да подожди, Серега. Тань, ты бы как-то с ним полегче. Еле с горшков слезли уже. Ссорятся они, как настоящие. А это не ссора. У каждого гения должна быть муза, который его ведет. Куда ведет? К открытиям. Слушай, муза. Такая муза, как ты знаешь, куда приведет? Прыжку с десятого этажа. Муза. Довела парня. Да. Непростая у тебя девица. Слышал? Путь к неудаче. Давай руку. Почему не хочешь в конкурсе участвовать? Да я участвовал в этом конкурсе. Я пролетел. Она не знает. Ну а почему бы тебе и ей об этом не сказать? Ни за что. Она же любит гения. А я теперь обычный тормоз. Как все. Ну как ты, например. Илья, нас Марина Юрьевна просит с вами в магазин сходить. Добро, Таня. Сейчас приду. Трежечка, иди в дом, пожалуйста. Тебе отдохнуть надо. Здесь холодно. Ну что это такое? Что с ней? Молодец. Изменила тактику. Слушай, маме, Таня, пожалуйста, про конкурс ничего, ладно, ни слова. Ну, где уж мне тормозу понять, где? А ты, если будешь гнобить Серегу, он сбежит. А женщин с характером любят сильнее. Хочешь правду? Только без обид. Пожалуйста. Если бы у тебя была фигура, как у модели, да, ну там, или папа, олигарх, пожалуйста. Скандаль, али сколько хочешь. Но если у тебя ничего этого нет, будь, пожалуйста, поскромнее, потерпеливее. То есть, если я серая мышь, сиди и молчи? Правильно поняла, да. Будешь тиха, нежная и покорная. Высидишь себе любящего мужа и счастливую жизнь. Вообще-то это обидно слышать. Жизнь не пикникать. Слушайте, а вы женаты? Нет, пронесло. А откуда у вас такая мудрость? Давно живу, наблюдая людей. Черт. Мне же машину забирать сегодня. Ну, так давайте купим и на вашу увезем. Принято. А если Серега возьмет, он не пошлет заявку на этот конкурс. Что тогда? Пошлет, я дожму. Слушай, если бы меня так прессовали, я бы из принципа не поступил. Он тоже так может, упрется и точка. Так, может, не надо тогда? А я рискую. Мне надо, чтобы он активнее двигался. У вас и детей нет, наверное? У меня нет. Не люблю этих маленьких спиногрызов. Маленьких не люблю. А с большими вообще не знаю, что делать. Вот вы весь такой честный, последовательный. Не женитесь, детей не заводите. А кто вам в старости кашу сварит? Понимаешь, я кашу не люблю. А у меня будет. Что будет? Ребенок будет. Конечно, будет. Не шуганешь от себя Серегу. Женится на тебе после института. Родите маленькая, мимитю. Я уже беременная. Спокойно, дядя. Спокойно? И они оба грохнулись с моста? Серега знает. Вы же нам не кто. Вот я вам первым и говорю. Молчать умеете? Да. Когда собираешься сказать? После конкурса. А то работать пойдет. И тогда мир лишится гении из-за меня. Кого? Гении. А что смешного? Прости. Замерзла? Если вы хоть слово, Сережа, скажете, я вас убью. О, спасибо, что предупредила. Не скажу, жить хочу. Вы бы запомнили, да? Одно слово и нож в вашей спине. А не кровожадный для будущего? Как мне ему сказать, чтобы он учиться не бросил? Или чтобы из окна не сиганул? Ну, во-первых, скажи ему это на первом этаже. Ну, и во-вторых, налегай на мысль, что такие шикарные гены нужно побыстрее передать будущим поколениям. А если он меня бросит, и я одна останусь с ребенком? Да ты что? Эй, ты чего? Ну, не пропадешь. Что, меня мама одна растила. Ничего. Ты знаешь, даже дружно жили. Летом байдарки вдвоем. Зимой горы, лыжи. Вы сейчас тоже с ней живете? Нет, сейчас. Сейчас нет. Лаина раз в сто лет сходит и сошла. Как раз в тот момент, когда мама. Простите, я не на это было ничего спрашивать. Все, нормально. Везем жратву. Присмотрим в будущее с осторожным оптимизмом. Марин. Да? Ну, я уже вижу, что случилось. Ничего. Ну, почему ты не хочешь мне рассказать? Да все в порядке, ничего не случилось. Все по-старому. Сережа уезжает сдавать экзамены. Они не хотят здесь больше оставаться. Ты не мог бы отвезти их до Танечкина в общежитие, они тебе покажут. Да, да, конечно, я подвезу. И ты обратно не возвращайся. В городе встретимся. Не вышли нас с тобой отдыха. Слушай, ну что все-таки произошло, скажи мне? Ну, я же вижу, что-то случилось, Марин. Хвастит тебя моих проблем. Ну, поезжай, не обижайся. Другое право я имею обижаться, Марин. Если ты сама не считаешь меня другом, которому можно все рассказать... Потому что ты мне не друг, Илюш. Ты мой любимый. Пойдем. Ты с ней поаккуратнее. Она тебя любит, похоже. Ты-то откуда знаешь? Знаю. Да она тебе сама сказала? Сам вижу. Высыпаемся. Где мы? Это мой дом. Вот этот подъезд. Вот ключи. Последний этаж, 532-я квартира. Это верхний замок, это домофон. Побудьте вдвоем, это уже собачитесь, как... Отдохните, выспитесь. Полотенце в этом шкафу, пельменю морозил. Все ясно? А вы куда? Я к Маринке вернусь. Поставили я одну. Все. Гуляйте. Давай, давай, отдыхайте. Давай. Я возьму. Подожди. Я все поняла. Вы не женитесь, не заводите детей, потому что боитесь не пережить потери родного человека еще раз, да? У тебя, мышка, нет длинных ног и богатого папы, но у тебя большое сердце, так что твои шансы на женское счастье резко вырастают. Спасибо тебе. Давай, отдыхайте. И что вы одна так поздно делаете здесь? Садитесь, подвезу. Не бойтесь, ничего плохого я вам не сделаю. Мне в поселок зеленый надо, это по прямой. Я знаю такой поселок. Садись, а то замерзло уже. Мы можем чуть побыстрее ехать? Торопишься? Ну, немного, да. Холодно. Сейчас печку добавлю. Смотри, нормально? Да, нормально, спасибо. Не страшно одной так ночью? Страшно. Ну, так получилось. А вы точно в зеленый едете? Да, нам по пути. Я в поселке всех знаю, вас никогда не видела. А я в гостях. У кого? У моей любимой. Какие любимые там все либо замужем, либо бабки старые. Меня, кстати, Катя зовут. Я Илья. Руки холодные, грей. Так кому вы в гости едете? Марине Ермаковой. Знаешь такую? Ну, знаю. Это у вас что, с ней роман? Это вы о ней говорите, любимая? Ну, вроде того. Что значит вроде того? Ну, мы повздорили немного, она меня выпроводила. Естественно, я уехал. А вот сейчас возвращаюсь. А, это значит, вы ее обидели, да? Ей идете просить прощения? Зря. Она вас не простит. Почему же? А потому. Она гордая. Она вообще особенная. Ее все любят. Марину? Да. Мою маму. Кто твоя мама? Марина Ермакова моя мама. Подожди, если ты так шутишь, это не смешно. Мы сейчас вообще-то могли разбиться. Марина Ермакова твоя мама? Да. Марина Ермакова. Чего вы орете на меня? Твоя мама, да? Марина Ермакова. Да ты псих какой? Да пошел ты, псих. Катя! Катя! Вернись в машину, Катя! Катя! А ну-ка, стоять! Что это такое? Катя! Катя! Остань ее! Остань ее в покое! Остань ее! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok